Меня зовут Оля, это Артём, и мы, собственно, родились в Минске, пошли в детский сад в школу, университет тоже в Минске, устроились на работу, думали, что вот она, обычная жизнь, а вот оказалось, что всё совсем не так. Артём переехал в Штаты, а я чуть попозже, и, собственно, у нас через, наверное, месяц появилось желание сделать что-то своё. Собственно, нам очень часто задают вопросы о том, как же всё-таки придумать что-то, где найти идею. Вот мы, наверное, выделили для себя шесть разных источников. Первый – это реформис, я думаю, что не стоит объяснять, что это такое. Покатоны – вы можете туда приходить, будучи не только техническим специалистом, но и дизайнером, и просто, если вам хочется кому-то помочь. Копи-пейст – это, собственно, вы можете брать какую-то идею, которая была уже успешно реализована на другом рынке, применять её в Беларуси, не в Беларуси, в любой другой стране, где такого ещё нет. Фронтенштейн – это мы так сами назвали источник, когда вы где-то услышали что-то одно, где-то другое, третье, а потом на итоге соединили и сделали шесть. Пятый – это собственная проблема, кто что-то наболело, и вы думаете, как же всё-таки можно проблему это решить. Ну и также, что вы делаете лучше всего. Идея нашего стартапа появилась из трёх – это нетворкинг. Никита Микада, которого, я думаю, очень многие уже знают, пришёл к нам с идеей. Никита ещё также и учился с Артёмом в одной школе, они хорошие друзья. Он сейчас тоже живёт в Сан-Франциско, собственно, и в Сан-Франциско мы тоже встречаемся довольно часто. И Никита пришёл к нам со своей собственной проблемой. Он очень много пишет для разных логов, пишет на английском языке, но так как он не носитель языка, естественно, ошибки не издержит. И он сказал, что «ребята, нужно сделать вычетку документов и сделать это быстро». Студенты Ильяза – это, скорее всего, ненадёжно, потому что не все студенты владеют языком так, как это владеют носители. Филанс-сайты, такие как E-Lans, Udesk – сейчас они объединились и стали обборком. Это очень долго, потому что пока размещаете работу, находите непосредственно исполнителя, договариваетесь о том, когда, что, какие правки, иногда возвращаете, переделываете. Занимает сутки, иногда, может быть. И поэтому мы поняли, что 300 эдитеров должны отвечать следующим требованиям. Во-первых, это работа по принципу Uber, когда редактор находится для вашей работы за 5-10 секунд. Все редакторы – это носители языка. Они должны сразу же приступать к работе после получения заказа. Ну и само по себе редактирование происходит в режиме реального времени, потому что Google Docs позволяет, собственно, находиться в одном документе сразу нескольким пользователям. И вы можете отслеживать, что, как и непосредственно изменения происходят с вашим документом. Сразу же вносить предложение, говорить, что здесь мне не нравится, здесь стоит переделать. И таким образом работа получается более эффективная и быстрее. Перед тем, как мы стали реализовывать идею, на самом деле мы потрачили некоторое время для оценки, стоит ли ее вообще делать, можем ли мы ее сделать. Потому что идея-то, может быть, запустить ракету на Марс правильно, но не каждый ее может реализовать. Более того, у нас были определенные ограничения. Во-первых, я работал full-time и был ограничен очень сильно по времени. Кроме того, у нас был довольно ограниченный ресурс, по большому счету только я и его. Но после оценки этой идеи мы поняли следующее. На самом деле, очень интересный способ. Во-первых, мы не подходим к этой идее как нельзя лучше. Во-первых, потому что Оля занималась вычеткой и проверкой текстов. До этого работая в компании «Виадем». Она занималась переводом, локализацией мобильных приложений. И, в принципе, процесс работы с фрилансерами был точно таким же. Нужно было собрать какие-то документы, отослать фрилансерам, обвести с ним переговоры и так далее. Она полностью была знакома с этим процессом под и то, что давала нам определенную компетенцию работы с фрилансерами, которая является одной из ключевых, потому что мы собирались нанять определенное количество редакторов и работать с ними 24 часа в сутки. Второе – был я, у которого было немножко свободного времени после работы и у которого довольно много опыта разработчиков, так как говорят, ну, программирование, в принципе, на большей сфере. И Никита, который предоставлял нам консультацию, его стартап это «Аддон» уже был разработан в Google Docs. «Аддон» и он имел определенный опыт работы с этими аддонами, выкатки и так далее. И мы знали, что мы сможем привлечь букву пользователей, потому что Google Docs «Аддон Столь» был очень насыщен, и мы знали, что… Тогда в тот момент было всего лишь 50 пользователей, 50 приложений, и мы знали, что если мы выкатим любое приложение, мы оттуда получим эконичный тракт. Ну, и мы знали, в принципе, я знал, для меня это было очень критично, это срок исполнения. Я знал, что, в принципе, если я потрачу следующий месяц на реализацию этого проекта, я, в принципе, с одной стороны или просто потеряю время, или с другой стороны мы получим какой-то завалидированный риск. То есть оценив все риски, по большому счету, мы поняли, что мы можем и даже хотим реализовать. Похоже, что у нас правильная команда. Как мы делали варитацию? Варитацию самого приложения можно на стартапе делать несколькими способами. Для себя мы выделили три. Один из них самый простой, точнее, первые два из них, самые простые, это Customer Development и Landing Quages. Customer Development – самый простой пример. Допустим, вы, ребята, каждый из вас, наверное, приезжая сюда, у вас есть какая-то идея. Один из самых простых способов завалидировать, будет ли работать, пользоваться спросом? Это просто начать говорить. Вот, допустим, я хочу сделать «А», будешь ли ты пользоваться? И чем больше людей, чем большим количеством людей поговоришь, и чем большее количество людей тебе скажет «Да», тем выше вероятность того, что идея, в принципе, будет работать. Второй вариант – Landing Pages. В принципе, похож на первый, только если первый работает в онлайне, второй – это онлайн. Создаешь какую-то лейтенную страничку, регистрируешь веб-сайт и описываешь то, что ты хочешь продавать. Грубо говоря, я хочу продавать там органик картошку через приложение Google, размещаешь такой сайт в интернете, делаешь рекламу через Facebook и смотришь в прайк. Сколько людей приходит, сколько регистрируется. И если конверсия высокая, соответственно, она будет реализация этой идеи. Если никто не приходит, никто не регистрируется, никто не интересуется, выкидываем, идем дальше. Третий, более сложный способ валидации идеи – это патриципирование. С другой стороны, мы знали, что мы можем решить, мы можем зарегистрировать идею через месяц, мы можем реализовать прототип через месяц. Соответственно, мы выкинули первые два, зная, что мы не хотим тратить месяц на Customer Development, мы не хотим тратить месяц на Landing Pages, потому что в конце этих двух месяцев мы не будем иметь ничего. А так мы можем сделать прототип, разработать непосредственно продукт и уже через месяц иметь и продукт, который в теории будет работать или не имеет ничего, и выбросить. Соответственно, для нас прототипирование было нашим образом. Непосредственно прототипом. Опять же, договорюсь о том, что я был full-time инженером в компании SuperCM в то время, и у меня было очень ограниченное количество времени. Соответственно, когда мы начали разрабатывать прототип, у нас был очень-очень узкий фокус, что мы можем сделать за месяц, и цель была через месяц выкатить что-нибудь в стол. Фокус делался следующим образом. Мы записали буквально, какие фичи нужны, MVP какой-то базовой, для реализации нашей идеи. По большому счету, это какая-то кнопка в Google Docs в Доне, которая позволяет нанять редактора. Редактор должен смочь поднять этот документ, соответственно, он должен быть в этот же год. И пользователь должен смочь оплатить работу у редактора. Соответственно, на какая-то платежка. Как только мы встречали хоть какие-то технические трудности, мы задавали себе вопрос. Нам это надо? Запуститься мы можем без этого? Если мы можем без этого запуститься, выкидываем нанять. До сих пор, прошло уже два года с того момента, как мы запустились, у нас до сих пор нет систем автоматической оплаты выплаты денег редактора. Нам было важно взять деньги у клиента, но мы знали, что раз в месяц можем выплатить деньги редактору, а они будут этим довольны. До сих пор этой функции нет, и до сих пор это стартап работает. Опять же, мы редактивно руководствовались одним простым правилом. Если ты придумал какую-то новую фичу, и не знаешь, добавлять ее или нет, если она простая, добавь. Если она не простая, и ты не знаешь, не трать на это время, потому что есть вероятность того, что ты разработаешь то, что пользователь один. А если это будет нужно, после запуска они тебе в этом скажут. Так и случилось. Многие вещи, которые требуют пользователи, они вообще не знали, и пользователи нас попросили после запуска. Например, возможность выбирать того же редактора, которого они выбирали. Окей, мы разработали за месяц наш стартап, продукт готов, в смысле где-то можно потыкать, попользоваться и так далее. Но есть еще несколько вещей, которые требуются для запуска. Один, очевидно, с документами, кто-то по вам работал. Соответственно, нам нужно было нанять редактора. Как мы это сделали? Очень просто. Оля пошла в Nowdesk, наняла самых крутых редакторов в Nowdesk, людей, которые делают пропризы. Как она это сделала? Она сказала, что мы будем платить вам на 50 центов больше, или, ну, существенно, в основном мы платили существенно больше, чем редактор получает обычную. Соответственно, таким образом мы приобрели три самых лучших редакторов, и они были готовы за эти деньги пусовать в Nowdesk, даже пока у нас не было потока пользователей. Публикация в App Store, а не App Store, а Google App Store, занимает определенное время. Вам нужно делать какие-то картинки, вам нужно залить их туда, так далее. Очень много времени требуется на непосредственно живое общение с человеком, который вылидирует в этом. Поэтому мы отдали новый source изготовления картинок и так далее. И нам нужно было организовать какую-то обратную связь и поддержку пользователей. Соответственно, мы сдавали интеграцию и мы слышали такая компания App.com с очень классным шлюхом, которая по большому счету интегрирует тебя на сайте в небольшой чат, и любой пользователь может тебе что-то написать. И Поля у нас занималась этим. И ценообразование, про которое вы делаете. У нас на старте было 4 пакета. Мы сейчас чаржем за слово, то есть пользователь заранее знает, во сколько ему обойдется учить этот документ. И мы смотрели на цены наших конкурентов в компании, откуда взяли средние. Ну и американцы, люди не глупые, все их китрысти с ценами, когда они пишут 49 и 99. Это все имеет смысл. И именно поэтому у нас еще цены на сайте написаны в таком же формате. У нас есть пакет за 19, за 49, за 199 и так далее. Какие у нас появились проблемы, собственно, где мы будем брать пользователей. Так как Артем сказал, что на момент запуска в Google Docs Story было не так уж много приложений, всего 50, мы получили органический траппинг именно непосредственно из самого магазина. В день нас видело около 6 тысяч пользователей, и этого было достаточно, чтобы не тратить дополнительно денег на рекламу. Конечно, тратить можно было всегда, но на тот момент это не было в большой необходимости. Также у нас существовала проблема курицы и яйца. Если нет редакторов, соответственно, уйдет клиент. Если нет клиента, соответственно, уйдут редакторы. Мы решили эту проблему через высокую оплату редакторам, и, как Артем сказал, они были готовы посидеть и какое-то время подождать. Ну и что касается дизайна, практически никогда первоначальный дизайн не остается, поэтому мы брали как можно более простые решения, шаблоны. Мы не тратили время на адресовку логотипов, на адресовку собственного сайта. Мы делали все максимально просто. После того, как мы решили, что мы все-таки компанию запускаем, естественно, требовало нас регистрации. Мы тоже отдали это на аутсорс, но по прошедшей времени я бы все-таки рекомендовала первоначально советоваться с юристом, потому что потом у нас вылезали некоторые моменты, когда мы зарегистрировали компанию в Делавейе, в штате США, и некоторые моменты нам потом находили, когда штат наш Калифорния, где мы непосредственно сейчас находимся, посылали документы, что вот мы нам должны еще вот это, вот это и вот это. Ну и также, что касается всех акций и других подводных камней, все-таки юристы, я считаю, что очень-очень желательно. Также мы довольно много сил потратили на поддержку пользователей, потому что всегда будут недовольны клиенты, и, пожалуй, 95% проблем можно решить через поддержку, и клиент останется доволен и придет к вам еще раз. Мы не обещали золотой вор, мы говорили все как есть, и, собственно, честность люди очень любят. Ну и также мы слушали своих пользователей, мы собирали активно фидбэк, мы просили сами, чтобы люди присылали, понравилось или не понравилось, и писали нам какие-то отзывы. Мы воплощали в реальность то, что просили нас чаще всего. Ну и, конечно, очень часто пользователи могут попросить что-то незначительное, и ради одного человека переделать весь продукт не имеет смысла. Но если это совпадает с вашим видом компании, почему бы и так? Очень часто не технические люди спрашивают, на чем строить. Очень самый простой ответ на этот вопрос, если у вас есть технический специалист, пусть он строит на том, что он умеет делать на этом всего. Какая-то у него технологическая степь, какой-то он есть, он лучше знает. Ни в коем случае не стоит использовать какие-то экзотические вещи, грубо говоря, там, всю жизнь человек писал на Java, а сегодня он слышал, что там, на Go, грубо говоря, нужно писать. Все это фигня, потому что это затормозит. Особенно на короткой дистанции это очень-очень неудобно, если вы потратите больше времени и денег на разбирательство технологий, чем непосредственно в реализации этого. Всегда помните, каждый раз помните, вы это делаете, скорее всего, на выпуск. Вы валидируете идею за 30 дней. Есть вероятность того, что через 30 дней это нахрен никого. Поэтому используйте то, чем умеете, самое лучшее ваше любимое молоко. Ищите бесплатные кости, на них сейчас полно, начиная от Хиропу, Microsoft Business Park, это отдельная история, к нам пришла Microsoft Business Park, и сказала, «Ребята, у нас есть бизнес-программа, вы, если хотите, зарегистрируйтесь у нас на сайте, мы вам даем 200 долларов в месяц бесплатно поиска на протяжении троп-четов». Охрененно, почему нет? Пользуйтесь. Есть AWS-купоны, если вы любите AWS-амазоновские облака, то один из вариантов, как на нем сэкономить, несмотря на вашу дорогу, можно сходить на eBay и купить мазоновские купоны. Грубо говоря, там купон на 200 долларов можно купить за 50 долларов. Соответственно, экономишь в 4 раза, как я лайкать. Опять же, проще, лучше, никогда не используйте никаких экзотических архитектур и так далее. Делайте то, что умеете. И я заметил, что тестирование очень-очень-очень важно. С самого начала, несмотря на то, что это что-то на выброс, у меня есть практика писать этот тестер автоматически. Это очень помогает, потому что нет никаких тестировщиков, кроме твоей жены или CEO, которые будете себя тестировать. Поэтому тестирование происходило два этапа. Сначала какие-то автоматические вовремя тестов, и перед тем, как мы их плейли, мы вдвоем вручную все тестировали перед каждым релизом. Это очень-очень важно. Не делайте из своих юзеров тестеров, которые будут встречать самые невидные баки. Я думаю, что на этом все из-за общих таких вещей. Но лайфхак напоследок я хотел бы порекомендовать. Один от меня, один от Оля. Первый, это очень интересный момент. Довольно часто вы встречаетесь, интегрируетесь с какими-то системами, и вам нужен какой-то ответ от какой-то компании, например, с PayPal, интегрируетесь по PayPal, и у вас какие-то косметики. не работает что-то черкнули. Какие варианты есть? Вы ищете гребанную поддержку, идете в support от PayPal и начинайте писать недопись, но скорее всего он ответит через неделю, потому что у них кейсов вот так. У меня инженеры научили одну простую вещь. Просто идешь, вбиваешь support инженер от PayPal в LinkedIn, находишь человека, например, настоящего живого человека. и говоришь прямо ему там пишешь «Эй, чувак, тут такая проблема, можешь мне помочь». Они очень-очень отзывчивые, очень-очень это любят, потому что это работает на их реаках. Им пишут и пишут, они думают «Я теперь могу». Это не какой-то поток стандартных тикетов с какой-то там джином, а это настоящее общение с двумя живыми людьми. Они очень сильно помогают. Поэтому пользуйтесь и это применимо ко всему. это не только технические детали, это может быть все что угодно. Если вам нужно достучаться до какой-то компании, попытайтесь использовать это, и ты на то очень помогает. С моей проблемой вы, наверное, исполнились менее вероятно, но у нас был опыт получения подачи заявки в инкубатор, и, собственно, мы проходили в тот момент уже 15 финалистов. Мы сделали еще большую ошибку, мы пришли на собеседование с директором этого инкубатора, я была на 9-ом месте вероятностей. И вот когда инвестиции нам не дали. Как вы придумали название, что было сделано? Можете догадаться. 300 на данный момент на название что нужно делать ребрендинг, потому что у нас есть ассоциация с этим. Вы знаете, как фирм называется в английском? 300 просто 300. Там нету слова ответить, там нету ничего. у нас есть 300 спартанцев. 300 не ассоциируется совершенно с кином 300, потому что там нет такого слова. Вы хотите эту ситуацию? Мы хотели изначально, но и вообще идея была, и идея остается в дальнейшем развитии сервиса, что мы хотим сделать, допустим, перевод текстов, да, как-то он называет 300 translators или там 300 something. Вот, мы думали, что это скейлится, но похоже, что нам придется, если нам нужно будет, мы придется поменяем название компании. То есть вы вообще не заморачивались? Да, на самом деле было там буквально 5-6 каких-то вариантов, опять же, это была опять же та же история про верификацию денег. Мы могли потратить месяц, инвестигировали, как должен называться стартап. Мы просто выбрали, что-то пошли. для американского рынка очень длинная название. И так легко будет. Скажите, когда все ваши здесь информации? Мы можем рассказать относительно, я бы абсолютно не хотел бы на данный момент открывать, но каждый месяц, каждый месяц после лета. Лето у нас всегда проседает, потому что народ был в год после пришла. Мы замечаем, что каждый месяц с сентября по примерно май у нас 5-процентный рост. Каждый месяц через 5%. В обороте. Вот. Изначально было, естественно, выше, когда с нуля 1, когда у тебя 1 доллар, а потом 2, это 100% возникновение. Мы, в принципе, дошли до определенного порода. Другой интересный относительный показатель, который мы можем раскрыть, это то, что, в принципе, в Беларуси одному человеку уже можно жить, не работая, другого говоря, с прибылью. Большим счетом. Третий показатель. У нас есть что еще интересное? Какие показатели другие у вас возникли? Ну, погода, что, если есть инвестор, или... да, хорошо. Деманты по тебе интересного неожиданно неожиданно как в Америке работают бизнесы, по большому счету, они начинают сами тебя находить. То есть, когда ты сделал какой-то более-менее интересный продукт, люди начинают приходить к тебе сами. Один из интересных моментов был, когда наш дом был изначально только для Google Docs. к нам пришел Microsoft, просто позвонили нам. Говорят, ребята, мы открываем аналогичный стол. Это, кстати, хинт. Аналогичный стол в Microsoft. Сейчас открылся стол для Office 365. По большому счету, аналогичные доны могут писать под Microsoft продукты. и они попросили нас, говорят, если вы сделаете точно такой же дом для нас, мы вам делаем так называемую Go-to-Marketing Strategy, когда они публикуют нас их главных маркетинговых каналов, грубо говоря, есть Twitter-хендл там Office 365 с полумиллионами подписчиков, потом просто Office Dev там 300 тысяч подписчиков и так далее. Плюс они размещают нас в как это называется, в Featured отделе на MakeStory и так далее. Вот так вот, что случилось. Одна проблема с ними, с этими ребятами, очень сложно пройти верификацию. Очень непонятная, сложная документация, очень сложно с ними работать, я потратил месяц для того, чтобы разработать за дом и через месяц для того, чтобы пройти верификацию. Стоило это в итоге или нет, мы еще не знаем. Что еще? У нас была попытка, вот как я уже говорила, получения инвестиций, мы в инкубатор подавали заявку, но у нас все осложняется на данный момент тем, что у нас, у Артема, рабочая виза, и если он уходит со своей работой, он, соответственно, виза своей мешается. Когда вы подаете заявку на инвестиции, все инкубаторы, бизнес-ангелы и так далее, они все хотят, чтобы вы полтайм работали на свой стартап, они не соглашаются на то, чтобы вы работали частично. Вот, соответственно, с этим у нас пока что мы можем работать только вот так вот, находя какое-то время, и мы на данный момент ожидаем грин-карту, только вот получим грин-карту мы сможем уже как-то двинуться вперед, получить инвестиции, либо, возможно, вернуться в Беларусь, потому что жизнь здесь все-таки дешевле, не устраивается на работу здесь и полностью посвятить все свое свободное время компании. Какой проект такс в Америке для маленьких предприятий индивидуальных предпринимателей того, сигнал, что там зависит от того, мы зарегистрировали компанию в Делавэре, но если мы физически находимся, если он у нас в Калифорнии, это требует дополнительной регистрации. Но налоги мы платим по Делавэрским законам. Сколько это было? Там первый год было, по-моему, 350, это фиксированная стоимость 350, там есть еще понятие агента, который является представителем в штате. Вот это где-то он доходит 350 и плюс процент от компании. Я непосредственно сама не занималась, мы тоже отдавали на аутсорс, я подготавливала только бухгалтерию и отдавала непосредственно людям, которые подготавливали все документы и посылали в штат. Я могу сказать, что это было, по-моему, где-то около 10%. Это компания с внучкой, да? С прибылью. У нас с сикор, да. Во-первых, думать о налогах не стоит вот этих 10%, или сколько-то, потому что как стартап, скорее всего, у вас на ближайшие 4-10 лет прибыли не будет, потому что ну как, в Калифорнии никто не показывает прибыль. Ну, в Калифорнии есть они освобождают первый год, в Калифорнии есть фиксированный налог, 800 долларов в месяц, если мне память, если мне память не изменяет, и стартапы освобождаются в первом году, но потом все равно нужно будет это платить вне зависимости от того, есть у вас прибыль или нет. Поэтому мы смотрели на эти моменты тоже и решили, что возможно мы не будем что-то зарабатывать или нам будет выгоднее все-таки в Делавэре иметь компанию. Плюс если думать о том, что мы получаем инвестиции, потом мы возможно компанию продаем, все-таки больше любят Делавэр за то, что там более понятные прозрачные правила и очень многие компании уже имеют дело с Делавэрскими компаниями, и потому они охотнее рассматривают варианты покупки зарегистрированных компаний именно там. Посмотрите, а были случаи, что начинали через ваш сервис, заказчики, а потом напрямую обращались к нет? Какой проблем? Так получилось, что я с редакторами выстроила очень хорошее общение. Я знаю их не только как работников, я знаю также и, я не знаю, плюс это или минус, я пока еще не решила, но я очень много знаю о них личных моментах. И, соответственно, когда я знаю про их личную жизнь, я, как они там говорят, у кого-то ребенок в колледж, например, пошел, кто-то недавно родил и так далее. Вот, и когда я спрашиваю, как там дела и как все идет, они соответственно отвечают. Плюс мы очень часто спрашиваем их мнение, когда хотим что-то сделать, и они чувствуют себя причастными к продукту, и я уже не раз встречала такую ситуацию, когда редакторы говорят, что мне вот пишут такие-то, такие-то люди, но я их направляю к вам или говорю, что я буду принимать документы через ваш сервис, но я не хочу брать никого на стороне. Если такое то есть есть, мы подпосредим, правильно? Если будет крупный заказчик, он например, такой тендер у нас заказ какого-нибудь другого говорят, по уровню, по объему, то есть по-моему, нужно обратиться к никому, а напрямую заключить контракт с этим дедиктором, да? Да, есть такая вероятность, но она очень мала, особенно если по большому счету те деньги, которые через нас тратят компании, для них они не сильно существа. По-моему, большие компании, которые с нами работают, допустим, большие фабришнеры, у них маржа совсем в другом месте, скорее всего, потому что они потратят на даже 100% больше денег, чем они могли бы, для них это совершенно несущество, потому что, скорее всего, полная стоимость изготовления всей книги, например, которая не проприза, намного-намного выше, и эта часть этого проприда, это может быть 5% всей стоимости. Это во-первых. Во-вторых, американцы очень сильно, очень сильно ценят время. Они, если они могут, как у нас сделано, нажать одну кнопку и получить результат, они даже не будут заморачиваться на том, чтобы искать дешевле даже на 50%. Они этого не делают. я проработал в американских компаниях, и вы, ребята, не представляете, насколько люди ценят время. Они реально, ну вот, у нас люди удушатся за 25%, они пока там, то-су-у, там-сам-посту. Нифига. Первый попавшийся, самый быстрый, эффективный способ. Если сработало, вернуться туда. Все. Да, есть вероятность, но большие компании почему-то возвращаются к нам. Была у нас проблема, когда ушел к нас один кастомер, он постоянно с нами работал, большая какая-то компания, в которой мы должны быть купились. В один прекрасный момент написал такую большую телегу, что были, мы к вас уходим, мы хорошо работали, но что-то у вас не получается. Попались мне очень неудачные редакторы. Три раза подряд попались редакторы, которые мы понравились. Он просто ушел, он сказал, что для нас это критичный момент, стабильность, а он сказал, кто это, мы будем. Ну, как бы, всегда пока приедем, всегда иду, когда тут. Мне нужно вариацию понять людей. А, ну и опять, окей, человек уйдет, да, но придет еще несколько человек других, мы тоже можем нанять новых редакторов, которые хотят работать сейчас больше, чем по большому счету закат. Поэтому для нас, конечно, мы хотели бы, чтобы с нами оставались редакторы, но если они уходят, мы найдем это не проблема. Это не как с инженерами. У нас только подписка или еще комиссии каких-то? У нас подписки нет. У нас пакеты, во-первых, у нас нет подписки, и это одна из причин, почему с нами много людей работает, потому что американцы уже с цитой подпиской, когда с инженерами зашло каждую месяц. У нас покупка слов в пакетах. Грубо говоря, ты вовс в тысячу символов и так далее. И чем больше ты покупаешь, соответственно, дешевле выходит за слов. Все по честному. Вот такой вопрос вы раньше помнили, что, может быть, когда получите горючок, станет хипотал, работать full-time или, может быть, вернемся в Беларусь. Все верно. Вот такой вопрос возник. А вот насколько вы видите вообще потенциально возможно организовать такой же проект, как и здесь? То есть какие вы видите сейчас преграды возможные? Никаких предметов. Никаких. Совершенно никаких. Ничего. Ничего. Я не гидридостную преграду, которую я вижу, нам придется найти человека, который будет работать по американскому времени и припадет. Но это тоже не проблема. Да, потому что 90% наших пользователей американцев. И один из качевых моментов, почему к нам приходят люди, это поддержка вовремя. У нас мобильное приложение есть, нам люди пишут, Оля сразу же получает notification о том, что кто-то написал. Ну и когда ты получаешь ответ буквально в течение пару минут, это ключевой момент. вопрос. Вы сказали, что редакторы поставили им оплату существенно выше, чем на рынке. Получается, что цена в услуге пакета должна быть выше, а экономика должна сложиться. выше, чем у конкурентов. У нас не получилась, цена выше, чем у конкурентов. У нас просто получилась меньше маржа, которую мы Но я могу сказать, что на данный момент у нас невыгодно вычитывать очень большие объемы. То есть если хотят вычитать несколько книг, 35 тысяч символов и еще больше, то имеет смысл платить как-то по часам. Мы думаем над решением этой проблемы, потому что получится слишком-слишком дорого, если покупать именно пакет и если считать оплату за столом. То есть пока есть такая проблема, мы еще думаем, как мы ее будем решать. Но с другой стороны, это все равно дешевле, чем держать людей встать. То есть один из клиентов, ну типов клиентов, с которыми мы работаем, это издательство или, скажем, маркетинговые компании, которые выпускают тысячами маленькие веб-сайты, какие-то акции и так далее. Им нужен контент. И контента должно быть много. Постоянно они публикают какие-то большие статьи. И у них есть, в принципе, люди в штате, которые вычитывают. Но из-за того, что американская экономика развивается и так далее, у них столько заказов, они и в штатах справляются. И они аутсорсят на нас по большому счету то, что они делают. И тут работа просто происправляются редакторы. И, соответственно, это для них дешевле временно слить на нас работу, чем нанять редактора на тот случай, когда у них перебор работы. Получается, все равно же цена ваша выше, чем у них для конкурентных сервисов в данной неделе? Нет, цена. Соответственно, у них цена не выше. Не выше. Именно с конкурентами не выше. Есть конкурент, когда мы говорим конкурент, есть два тех конкурента. Один – это аналогичный сервис, потому что существует аналогичный сервис. Или работа напрямую с филансером. То есть, если сравнивать с конкурентами, нет, с конкурентами не цена не выше. Если работать напрямую с филансером, да, дешевле будет работать напрямую с филансером. Что с аналогичными сервисами и конкурентами? Мы круче, потому что мы единственный сервис, который работает, так хорошо интегрируется с Google Docs. Первый вау-фактор, который случается у всех пользователей – это когда ты буквально нажимаешь кнопку и через пять секунд у тебя редактируется текст. Несмотря на то, что это не наша заслуга, это Google Docs интеграция. Google Docs позволяет документ-шеринг. Это реально самый крутой момент, почему люди с нами пользуются. Есть аналогичные интеграции с Google Docs, но на самом деле они работают немножко по-другому. Они просто берут документ, который пишаешь, и отправляют его куда-то в себе в систему. Потом в системе создают собственный документ. Ты уже не видишь никакого all-time взаимодействия с документом. То есть у нас определенная миша, мы чуть-чуть лучше в определенном направлении. Интересный был момент после того, как мы запустились. Есть европейский стартап, аналог. Как он называется? Wordy. Очень похожий. Они подняли 2 миллиона долларов евро инвестиций и так далее. Через два месяца после того, как мы запустили, мне в LinkedIn этот CEO больше пишут. Охрененный аддон. Потому что у него такого не было. Они делали примерно то же самое. Но до сих пор мы так не делали. Они сделали аддон, но у них нет реал-тайма суда. У них берется аддон, он в связи с документа отправляется в LinkedIn. А в связи с этим рассчитывали необходимое количество редактора? Оно как-то меняется в зависимости от подачи? Или просто у вас в принципе потребуется? А вы реализируете? Вот она автоматизирована? Нет, не автоматизирована. Во-первых, главное правило, чтобы обязательно кто-то был всегда онлайн. И у нас есть редакторы в главных часовых поясах, где говорят по-английски, собственно, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, штаты Канада. И всегда есть кто-то онлайн. Во-первых, вот это главное требование. Во-вторых, я смотрю, чтобы не было ожидания у пользователя, чтобы у всех редакторов хоть кто-нибудь был свободен. Вот, и в соответствии с этим подстраиваем. Ну, я могу сказать, что на данный момент где-нибудь 7-10 редакторов онлайн могут удовлетворить потом документы. Если что, находятся новые. Если что, если их не хватает, то я пишу дополнительно всем редакторам абсолютно делаю вот эту рассылку, что вот документ, ребята, поднимите. Они тогда поднимаются и поднимаются. Но если это случается чаще, 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 я просто ищу каких-то дополнительных редакторов и добавляю. Они думали, что на какие-нибудь машинного обучения, что-нибудь такое, чтобы это все в свою систему... Да, конечно, думали. И нечеловеческая труба вообще. Естественно. И думали спрашивать редакторов, и думали внедрять дополнительно какие-то сервисы. Потому что, в принципе, если посмотреть на перспективу, в ближайшие, может быть, лет 10, профессия редактора может быть. Вот, поэтому, естественно, да. В чем заключается редактирование? Это ошибки, смысловые какие-то? Вообще мы говорим про себя, что мы группризинг. Группризинг – это самая первая стадия редактирования, где исправляются самые простые ошибки, типа запятых, опечаток. Но наши редакторы также и смысловые неточности, нелогичные предложения, они все равно это переписывают. Вот, поэтому просто запустить, не знаю, в Word, в Grammar или текст – это не вариант. Наши люди делают намного больше. Ну, и все равно я, правда, пользуюсь в Grammar. В Grammar, естественно, нужно знать то, что умеет, и Grammar еще все не видит. Даже самые простые моменты. А как это защищается идея? Защищается и вообще, как люди? У меня просто все же самое, свои какие-то дизины начинают переговорить, и боишься, что их кто-то уходет. То есть, именно самостоятельно. Вообще, то есть, кто угодно может сейчас сделать на четвертую пользу, и никаких проблем у меня не будет. По большому счету, да. У нас нет потенции. И с силиконом-догидингом все-таки работает, да? А если какая-то инновационная штука запрецентруется, Могу рассказать идея. Да, но дело в том, что патентное право настолько, и патентная фирма настолько медленная, что пока ты все это сделаешь, И дорогие. Это как минимум 5 тысяч. Зачем у вас ваш патент будет? Ваши технологии Google Docs? Поверьте мне, если мы захотим, мы можем патентовать каждый чип. В Америке патентуют реально все что угодно. Но этот чип можно обойти просто? Нет. А по поводу патентов и всего остального копирования. Знаете, этот маскарад наш мерч? Знаете, какая у них самая главная проблема на Google Play? Народ дезасомбрирует АПК, заменяет на свои лица, вставляет свои маски, а потом опять архивирует приложение под своим именем и выпускает в Google Play такое же приложение под другим именем. С точно такими же масками. Можно даже технологию посмотреть, да? Реально. Ну, это джава, она дезасомбрируется много. И даже пускатры не помогают. Такая же сейчас проблема с вариантризмой. Не знаю, как защититься в Google Play Store. То есть они не подали заявку на патент, никто из них? Да даже если они под одну, то это будет через 5 лет приводить. Просто она может уже существовать, но кто-то уже может ее получить. Но если они делали свое... Ну, им сейчас по барабану они уже продали. Ну, и в смысле в том, что если ты нет, не тратить время на патенты, кто-то получил через год патент, и ты ничего не знал, у тебя уже это все дело работало, то тебе не могут претензии предъявить все. Как бы, если ты не знал о том, что кто-то еще разрабатывает, ну, как бы сделал, в принципе, и Беларусь, ты можешь лепить любую технологию, потом ты просто уже так скажешь, я не знаю, что ли там патент получать, я просто и выписал, у меня уже работает. Все страны... Да, я, наверное, не стал углубляться в непосредственно юридические моменты. Есть, на самом деле, намного больше причин, почему аналогичное приложение не взлетит. Скорее всего, этот клон умрет совершенно по другим причинам. Скорее всего, маркетинг будет неправильно сделан. Из-за того, что первое приложение было намного популярнее, его все равно будут устанавливать то наиболее популярное приложение. А тот клон, ну, хорошо, его установят миллион пользователей, но по сравнению с сотней миллионов другим, им будет по барабану. То есть, есть много других причин, почему это приложение просто выживает. Грубо говоря, история о том, что кто-то у кого-то украл, и поэтому они взорились, оно, на самом деле, не про то, что украли, а про то, что херов сделали. Все верно. Скорее всего, экзекьюшен был полный дом. И это в 90% случаев. А еще почему это в 90% случаев так? Потому что, когда ты воруешь, у тебя уже мозги по-другому. То есть, ты уже сам по себе тупый человек, а не тот человек, который делает, что ты смотришь. Ну, это глубокий такой вопрос. Поэтому, на самом деле, шарить идеи — это круто. И не надо ничего бояться. Если у тебя есть какая-то классная идея, ты делись с кем угодно, не бойся от того, что тебя делает. Потому что, самое главное — это реализация. Если ты можешь лучше, скорее всего, это то, с кем подберешься, ты делаешь. Вы участвуешь в фокатонах каких-то? Да, когда я приехал в Калифорнию, я пошел буквально первый месяц на фокатон, в плане фокатон, на котором я с Женей Невином, когда был, который продавшись в фокатонах, мы вместе пошли, участвовали в очень интересном плане, и взбили как он так же. Штука, которая распространенная изображение на Инстаграме со временем тематических хэштегов, было смешно. Ну, классный, когда ты подключаешь свой Инстаграм аккаунт, и в реальном времени видно, как всплывают хэштеги. Мы думали, что это можно будет продлинуть как какую-то фигню для собирания лайков. Потому что больше хэштегов, больше вероятность, что у тебя будет лайков там и так далее. Ну, мы и далеко не прошли. Потому что тогда, на тот момент, это был первый месяц нового общения на английском языке, так как в хорошем американском английском языке, у нас не было кому продать. Но тогда я помню самый классный отзыв, какой определенный у вас дизайн Женя нам нарисовал. Кроме того, Который там проходит каждый день, буквально, на любые возможные темы. Сейчас флоты делаются буквально каждые выходные. Что еще? Ну, а сейчас площадок там много, и представь, что происходит? Люди сами могут собраться где-то там, балды там? Да, площадок там огромное количество. В основном, главные площадки это компания. Компания сами используют. Каждая компания имеет свою площадку. И, грубо говоря, Uber делает свою площадку, Facebook делает свою площадку, Google и так далее. Есть стандартные кавортики, которые там все эти кавортики делают. Ну да, очень-очень много. Ну, и, соответственно, вопрос, насколько происходит проработка там идеи на вот сколько там, то есть, когда занимаешься... У нас лучше. У нас лучше? Да. То есть, как куда больше налога, которое там было? У нас технически лучше. У нас реалитически лучше. То есть, я помню, когда в 2013 или в каком году Альтра сделал стартап первых катон, на котором я участвовал в этом, где-то в... Еще кто? В Ямайе? В Ямайе? Да, в Ямайе. В Ямайе, да. Текст фильма не, что-то, чтобы они преподавали в юниверситетах. Понимаете? Сейчас дети базирулись на, там, стандартных кайборках, неплохие эти штуки. Это, на самом деле, что ничто не мешает нам здесь. Короче, в школу надо срочно программу Вы бы наехали в Москву? Не, думаю, я серьёзно. Да. Вот про язык ты также задел. То есть, проблемы с языком, то есть для инвестиций, для получения, нужно поручить их для самих создателей, да, получается? Первое. Был у меня опыт. Могу сказать следующее. Есть такое заблуждение о том, что охренственно с этим английским языком я всё равно и так понимаю. Типа там intermediate level там. Выше крыши я там скажу, а я робот. И меня всё, всё поймёт. Да, так и есть для исполнения обязанностей инженера, такого английского потаев. Но если вы хотите чего-то большего, вы хотите пребывать денег, как людей, там, я не знаю, общаться наравне. И чтобы принести свою мысль, действительно нужно хорошо говорить на английском языке. Потому что, представьте себе, вам пришёл человек, разговаривает с вами на русском языке, пытается принести мысль, пытается вам продать или попросить воды. И каждое второе слово, грубо говоря, ломанное, непонятное, какие-то ошибки. Вы, как инвестор, стараетесь сначала его понять, вообще, что он говорит, а не думаете о том, дать ему денег или нет. Это элементарный пример. И как ты решил проблему? Я работаю три года подряд с американцами, я просто, ну, во-первых, у меня был определённый уровень английского языка, я проработал три года в компании здесь. А потом, когда я начал работать с американцами, это просто, ну, там, или план или пропал, или ты зашился, и ничего не учишь, и используешь то, что у тебя есть, или ты просто стараешься и учишь, там, я не знаю. Все, что, все, что возможно, там, любые программы, наличные, все, что угодно, это обучение, читаешь заново, там, берешь учебник, свой джан и так далее. У меня до сих пор есть какие-то дыры, но я уже дошёл до того, что я скорее на интенсивном уровне, я не знаю, какие правила мне говорят, но я не знаю, что правильно. Я могу ещё добавить, что в самих инкубаторах очень часто делают курсы, если вот мы бы в тот момент прошли, когда мы выдавали зарядку, то они учат их выступать, они каждый раз собираются, по-моему, каждую неделю своя какая-то тема, они делают презентации, потому что инкубаторы, собственно, нацелены на то, чтобы потом получить, мы получили ещё инвестиции, дальше, 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 на более серьёзном уровне, и они к этому тоже вам готовят, они вам в этом помогают. То есть это не просто денег получить, они также поспособствуют. А эти инвестиционные проекты, которые вы говорите, что, скажем, собственно, через инкубатор, если вы прошли, вы потеряли бизнес? Ну, это будет уже не ваш бизнес или всё-таки как бы он в процентном соглашении как-то шло? Нет, они, во-первых, зависят от размера инвестиций, то куда мы выдавали, это были не такие большие инвестиции, этого бы нам хватило, там, может быть, на пару месяцев, но они за это не требуют очень большую долю. Иногда просто там сводят дальше, дальше, дальше за какой-то процент, но если говорить про инкубаторы, очень много разных программ, вы можете выбирать сами и в соответствии с тем, какую долю вы хотите, чем вы хотите пожертвовать, но это точно не контрольный поток. А сама регистрация? Я могу сказать конкретную цифру. Стандартный пакет инкубаторов – это восемь процентов за стандартская тренировка. И они инкулируют вас примерно на три месяца. Ну, решать процесс регистрации, то, что вы были зарегистрированы уже как фирмой или нет, или это не принципиально? Да, но на самом деле регистрация как фирмы – это всего лишь технический момент, который просто стоит зайти на сайт, заполнить документы, если ты живешь в Америке, так же не проблема. Просто заполнить какие-то формы на сайте, если это автоматически все происходит, тебе присылают вайти. Это небольшая проблема. А если не живешь? Если не живешь, сейчас больше и больше появляется инициатив для регистрации компаний в Америке для нелезидентов. Первая называется «Атлас» от этого вот страйпа. Да, я не знаю, выжил он или нет, но суть была в том, что, по большому счету, зайдя на их сайт, заполнив эту информацию, можно регулировать компанию в США без собственного присутствия. Одна из главных проблем при регистрации в Америке – это баттерский счет, для открытия которого есть наличное присутствие. И вот это они закрывают. Страйп – это платежная система, они, наверное, для вас… Ну, вы обязуетесь платежи проводить через них, они закрывают вопрос с баттерским счетом. То есть на нерезидента можно открыть? Да. Один раз, просто тебе буквально один раз нужно там появиться для того, чтобы подписать бумаги. Да, я даже помню, когда я инвестировала компанию, там мне просто поставила… Ну, там нужно выбрать сигалочку «Резидент», «Резидент», а можно было сразу выбирать, что не «Резидент». А, вот поскорее, пожалуйста, вот ты сказал, что заметили, что «Резидент» был «Резидент». А ты тогда был в отпуске или ты замечал? Нет. Я выделил один день неделю, когда после работы я джоблывал как папа Карло. И работал, я приходил в 6 часов вечера домой, и работал там, грубо говоря, до 3 ночи. И так делал 3-4 раза в месяц, в месяц. Плюс были выходные, когда, ну, каково тебя драйв есть, когда ты видишь, что получается, ты там-сям, где-то ты найдешь немножко времени, час там, час там, два часа на выходные. То есть, если было времени, рабочем времени, то это, может, вообще чисто за неделю, да, было? У меня был пол-тайм. А, ну да. Кроме того, был определенный пол-тайм-спорт в истории, такие операционные деятельности, во-первых, нужно было столько-то с 30-ю, там, редакторами поговорить, там, разработать платежную сетку и так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok